На сегодняшнем посяжении Гомельского Гарвыконкама проанализована эффективность принятых мер по повышению безопасности дорожного руха. На жаль, ждемого выника по коль досягнуть не отрымалось. О причинах такой ситуации разбирался Олег Синтюров. Вот, чем завершается невыконание правил дорожного руха. Сегодня в Гомеле отбалось больше 120 дорожно-транспортных зарядков, 11 человек загинули на 4 большим летом. Шмот кто на все остальное житие заставился инвалидом. Вероятно, на эту Гомельскую штрафстоянку можно было приводить водителей и пешеходов, которые порушают правила выглядят побитых машин, покидая ведьмамоцное ураживание. Меж тем, анализ аварийности в областном центре свечить порушение правил проезда пешеходных переходов и перекрыживания, а так само невыконание худкостного режима, в областном центре не редкие заявы. Основное, я же говорю, превышение скоростного режима, когда страдают ни в чем не повиненные люди, которые пешеходы, которые являются самыми незащищенными участниками дорожного движения и страдают из-за того, что кто-то превысил скоростной режим. Ну, вот это, наверное, основная проблема, куда следует обратить внимание. На вести парадок на дорогах у Гомеля мкнуться розными способами, аля отремливается это не за все, шматых тосводителей элементарно гребая потребованиями правил дорожного руху. Во усиляким выпадку машины, які спыняются на так званых островках безпеки, у Гомеля можно убачить часто. У Вогулина, праканцы минулого года, Гарвуканкам затвердил пиралик мероприемства по повышению безпеки дорожного руху. На сёне за 21 артыкула полностью выкананы 15. У ближайших панах установка турникета уколя припинку громадского транспорта и повеличение колькоси сродков вида фиксации. А прощатагу теперь супрацовники Держава-Анспекции будут не только затремливать пешеходов и велосипедистов, які порушили правила дорожного руху, аля и высветлять причины, по яких такое порушение отбылось. Неде, саправдой, не хапая переходов, неде тротуары могут знаходиться в таком стане, что рухаться по их немогчимо. Видимость вот этой проблемы немножко поменялась, не только будем изымать пешеходов, но и устанавливать причины. По какой причине пешеход либо велосипедист вышел на проезжую часть, чему это способствовало. Ведь самая главная задача, чтобы не произошло ДТП, это разделить транспортные потоки. То есть для водителей должна быть проезжая часть, для пешеходов и велосипедистов должна быть тротуар, пешеходная дорожка, велосипедная дорожка. Это аксиома, который не требует доказательств. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».